сейчас посмотрим по демонстрации экран видно нет пока темно все а вот все все видно хорошо если что вопросы задавайте в чате я буду не переадресовывать их по методике оценки функционального состояния уровень функциональ подготовки спортсмена но только в основу у нас с вами положена другая система это получается система оценки психофизиологических параметров которые основаны как раз на работе центральной нейросистемы то есть если мы с вами то есть функциональной подготовки сообщи по системе который разработал еще фамина литра степанович 80-е годы функциональной подготовки сонны оценивал с таких позиций то есть есть система управления есть система исполнения системе управления выделял психический компонент нейродинамический компонент то есть это вот это все то что относится к работе центральной нейросистемы то есть как мы говорим что то есть если вот взаимодействие допустим тренер спортсмен да то есть тренер центральная система система управления спортсмен у нас с вами это система исполнения но от системы управления очень много значит как я всегда говорю тренер не выспался Глаз уже не тот, на тренировке пропустил много чего, что-то где-то не заметил, даже по состоянию. И, кстати, в том числе и травмы очень часто из-за того, что где-то тренер не доглядел. И в системе исполнения энергетический двигательный компонент. Как раз по системе исполнения она периферическая, но в вашем виде спорта в любом случае она важна. И как раз то, что сегодня представляли, это как раз по системе исполнения. То есть оценивали энергетику, оценивали по показателям крови, по показателям работы сердца, по эхографии. То есть методика Вашляева – это все оценка как раз энергетического компонента. Двигательный компонент – это физические качества, которые проявляются. Это у нас скоростные, силовые, скоростно-силовые, выносливость, причем разные виды и так далее. То есть мы с Вами сейчас поговорим, а как же можно, вот к тем методикам, которые Вы уже знаете по энергетическому компоненту, как можно присоединить Ваши виды спорта в легкой атлетике. Еще методики по оценке системы управления. Ну, соотнесемся пока с нейродинамическим компонентом. То есть у нас с Вами в нейросистеме есть два отдела – соматическая нейросистема и вегетативная нейросистема. То есть соматическая у нас с Вами представлена чем? Это большое количество разнообразных двигательных единиц. И разнообразные связи в ЦНС, начиная от спинного мозга до коры больших полушарий, до программирования движений. Но банальная основа – это у нас с Вами двигательные единицы. То есть ни одно мышечное волокно, а у нас с Вами все-таки цель – это заставить двигаться. То есть спортсмен должен проявить какие-то движения в заданных биомеханических условиях для того, чтобы показать какой-то результат. В секундах, метрах, в любых единицах измерениях, в которых оценивается соревновательное упражнение. Так вот ни одно мышечное волокно, ни одна мышца не будет сокращаться и расслабляться без контроля, без команд исполнения, команд управления точнее, из центральной нейросистемы. Вот вам показана двигательная единица, то есть вот они, мотонейроны в спинном мозге, это простейшие мотонейроны. Дальше она у нас подходит к мышечному волокну, разветвляется и нервирует определенное количество мышечных волокон. Таких двигательных единиц у нас огромное количество, и в одной мышце может быть тоже очень большое количество двигательных единиц, то есть одну даже мышцу нервирует. Вегетативный компонент. Ну вот вегетативной нейросистемы, вы с ней сталкиваетесь, скажем так, вы ее понимаете лучше, потому что есть у нас с вами парасимпатический отдел, есть симпатический. Они, как правило, работают антагонистически, то есть антагонисты, если, допустим, ну на что касается, допустим, работы сердца, то есть парасимпатика, это у нас замедляет работу сердца, симпатика, она у нас с вами ускоряет работу сердца, то есть противопротивоположность. По дыхательной системе, то есть парасимпатика сужает бронхи, у нас с вами уменьшается дыхательный, минутный объем дыхания, дыхательный объем, то симпатика у нас с вами наоборот, вызывает расширение бронхов, ускорение дыхания, то здесь у нас с вами противоположный эффект. То есть при работе у нас с вами, вот она, симпатика начинает активно работать, активно в большей степени влиять на регуляцию работы вегетативных органов, а парасимпатика наоборот. То есть, но в том числе они еще работают всегда вместе, в совокупности, потому что любое движение должно обеспечиваться энергией, энергия у нас с вами берется из источников энергии, но АТФ, вы это уже говорили, АТФ, запасы небольшие на несколько секунд, дальше у нас с вами подключается креатин, фосфат и так далее. Но здесь у нас с вами что нужно еще, чтобы поставлять эти источники энергии, то есть должна быть работа вегетативных органов по поставке источников энергии и работа вегетативных органов по удалению продуктов обмена, которые у нас с вами вызывают закисление, то есть изменение параметров ПМШ, а соответственно ухудшение энергообеспечения в конечном итоге. То есть, чтобы этого не произошло, у нас с вами как раз сердечно-сосудистая, дыхательная система, система крови, они занимаются терморегуляцией, мочеводелительной, они у нас с вами как раз и занимаются удалением продуктов обмена. И вот это нормализация, то есть сохранение параметров гомеостаза. Потому что если у нас будут меняться параметры гомеостаза, скажем так, неблагоприятную сторону, ну спортсмен у вас в любом случае он встанет, то есть он больше не будет двигаться. Недное движение при измененных параметрах гомеостаза, то есть допустим, то же самое закисление, оно у нас не может происходить, по крайней мере, долгое время. В той методике, по которой я работаю, то есть у нас всегда мы оценим функциональное состояние и еще уровень функциональной подготовленности, начиная с функционального состояния. То есть у нас с вами что это? Совокупность характеристик физиологических и психофизиологических процессов, свойств или качеств, которые определяют уровень активности системы организма, которые у нас с вами фактически дают результат. Функциональное состояние у нас с вами оценивается с четырех позиций. Ну фактически даже с трех, третье и четвертое, они объединены. Первое – это психическое состояние, состояние сенсомоторной системы и третье, вот самое важное, по которому вы работаете для вас, состояние системы энергообеспечения и адаптивные резервы. И сейчас начнем разбираться по порядку по этим системам. Начнем с психического состояния, то есть здесь у нас с вами психического состояния. Я вам сразу буду приводить примеры из разных видов. Я постаралась так, чтобы, конечно, превалировала легкая атлетика, но у меня в большей степени все-таки единоборство, циклические виды спорта, хоккеисты, то есть такие виды. Но они чем интересны, у них как раз они должны, вот допустим, по физическим качествам, они должны быть не только скоростные, быстрые, там, с хорошей скоростью силовыми качествами, но еще и очень выносливые, потому что у них нагрузки колоссальные. А в психическом состоянии, это вот спортсмен, легкотлет, специализация спортивная ходьба, 19 лет, фамилию Закрыла, то есть у нас с вами есть принцип соблюдения защиты персональных данных. Здесь нам что важно? Посмотрим. То, что я выделяю, это вот в основном я всегда для тренеров выделяю, то есть есть параметры гетерономности, то есть зависимость от окружающих, и при этом эксцентричность, заинтересованность окружением или объектом воздействия как источником получения помощи. В первом случае, не совсем хорошая характеристика, потому что этот спортсмен, скажем так, менее самостоятельный, он больше, скажем так, смотрит в рот тренеру, да, что называется, да, то, что тренер сказал, сказал, что тренер ему посоветовал. Это хорошо, но они, вот, у них отсутствует такая, говорю, самостоятельность, они очень часто они могут зайти не туда, в плане даже тренировок, тренировочных занятий, то есть менее вариативные, но при этом они от вас ждут, скажем так, помощи, они ждут, что, то есть как вариант, все им должны, что называется. Тревожность, она вроде невысокая, там единица, там максимально до 12, от 0, 0, это получается вообще отсутствие тревоги и дальше по порядку возрастания до 12, но здесь вроде тревоги нет, но если мы с вами дальше посмотрим состояние более развернутое, развернутую характеристику, то вот эти страхи, они у него там появляются, тревожность, это будет видно. На первом месте, что у него стоит? Потребность в прочной и глубокой привязанности, эмоциональном комфорте, защите от внешних воздействий, потребность понимания, любви и поддержки. 19 лет, это спортсмен мужского пола. Ну, единственное, что это получается, я поняла, что межсезонье, да, у вас тогда было, январь, по-моему, это межсезонье у вас, межсезонье, или нет, кто-нибудь, отзовите мне, пожалуйста, что 2018 год уже был. Тишина. Ну, хорошо, пойдем дальше. Соревновательный период. Это все-таки соревновательный период. Ну, насколько я поняла, что там все-таки, вот по словам тренера, это был не соревновательный период, какой-то был в межсезонье все-таки. Для ходоков что-то такое. Ну, я к чему-то сказала, потому что, во-первых, в соревновательном периоде, на первом месте, когда у вас стоит потребность, там, другое, а не высокая мотивация на результат, высокая мотивация к достижению результата, то тогда, скажем так, тут непонятно, вообще он, есть у него какие-то цели в спорте или нет, или просто он приходит для того, чтобы пообщаться, чтобы там, потребность понимания любви и поддержки, это вообще характеристика такого застрелающего спортсмена. То есть дискомфорт эмоциональный в плане, ну, чаще всего это в семье. А что хорошо? Склонность к системному мышлению, аналитический склад ума и склонность к системному мышлению. Вот когда у меня проявляются такие характеристики, это обычно вариант хорошего тактического мышления, то есть раскладки дистанции, да, то есть они умеют соревноваться, даже тогда, когда они еще, допустим, не в оптимальной спортивной форме, но они могут соревноваться за счет тактики. Ну, в той или иной мере, да, то есть в какой можно достичь результата, повысить результат за счет этого. И вот эти вот страхи, они у него есть, вот они вот в самом конце, потребность признания и помощи, чувство страха о неуверенности, разочарование, страх перед будущим, то есть какие-то страхи по поводу, ну, как правило, это по поводу результата. Они у него есть, но они там у него где-то внутри, то есть не на первом месте, но внутри они у него есть. То есть здесь обращать внимание, то есть к чему это? Что есть напряженность, есть эмоциональное напряжение, хотя вроде там отсутствие было стресса. А эмоциональное напряжение есть, оно значит у нас с вами, но оно будет как бы подъедать, да, наши резервы. То есть это вопрос по восстановлению. Это излишние траты энергии. Далее, я начала с более важной для вас системы, потому что по энергетике мы очень много говорили, состояние системы энергообеспечения адаптивных резервов. Вот тут есть у нас с вами несколько систем. Для оценки, ну, уже, скажем так, общепризнанно, что есть вот как раз по вегетативной нейросистеме, по оценке регуляции и в том числе по функциональному состоянию, есть аппаратно-программные комплексы. Омега-спорт, ну, это вот такая она более распространенная. Варикард, ВНС-ритм, ВНС-микро – это уже более профессиональные. Омега-спорт, она как раз у вас для текущего контроля. И как я поняла, что дальше вот Наталья Макарова, она будет вам представлять вот эту систему Омега-спорт. Она хороша, тут я несколько, конечно, ошибки тоже скажу сразу по той системе. Вообще в них, в каждой методике все равно есть заложены небольшие ошибки. Поэтому здесь лучше всего, конечно, чтобы это с ними работали, по крайней мере, либо заработали профессионалы, либо, если работают тренеры, вот на Омега-спорт очень много работает, тренеров, особенно для текущего контроля, на учебно-тренировочных сборах. Но при этом лучше консультироваться по возможности со специалистами. По крайней мере, по некоторым спортсменам, когда вот есть такая неуверенность, лучше проконсультироваться, потому что есть вариант ошибок. Сейчас, ну вот это как раз система, она уже с 2000, наверное, шлык работает, там, наверное, более 20 лет, это точно. Если, наверное, уже, да, наверное, более 20 лет. Вот получается, три дня назад, точнее, вот вчера закончилась всероссийская конференция, организатор был Центр спортивной технологии «Москомспорта», и Наталья Ивановна выступала. Она вот эту, свою классификацию по типу регуляции, она даже еще и расширила вот сейчас. Но я не стала ее давать, я даю пока еще старый вариант. Но смысл в чем? Что есть все-таки типология параметров, которая наследуемая. Есть моменты перехода из одного типа в другой, но основной тип, он наследуемый, регуляция ритма сердца. Первый тип – это умеренное преобладание центрального контррегуляции, то есть, ну, фактически, умеренное преобладание симпатикотонии. Это мы говорим про состояние покоя. Второй тип – это выраженное преобладание центрального контррегуляции. Это уже выраженная, фактически, симпатика, то есть, состояние покоя. Вот эти типы, они центральные. Они считаются неблагоприятными, эти типы, но при этом они имеют место быть, когда… Первое – это в подростковом периоде. Вот когда у нас с вами начинаются активные морфо-функциональные изменения, когда они начинают активно и вытягиваться, изменяется длина массы тела, плюс еще подключаются гормональные перестройки по половой системе. И вот здесь вот как раз очень часто спортсмены могут… Есть спортсмены, которые уходят вот туда, в первый, второй тип регуляции. Но они неблагоприятные. То есть, если они длительно в этом состоянии находятся, то есть, здесь уже снижаются нагрузки, пересматривается тренировочный план, корректируется тренировочный план. И вот как раз обоснование на то, что в вибертатном периоде, особенно в первой фазе активной, надо снижать нагрузки процентов на 25-30, либо по объему, либо по интенсивности, ну, то есть по параметрам нагрузки, оно как раз обосновано. Потому что бывает, что уходит вот именно вот в эти неблагоприятные типы. Но есть еще момент. В этот тип можно уйти, но кратковременно. Специально я задавала вопрос Наталье Ивановне на конференции, вот на этой. Есть момент, что могут уйти спортсмены и с благоприятными типами вот сюда, вот в первый, второй, но очень кратковременно в соревновательном периоде. То есть совсем прямо перед стартом. То есть, ну, это кратковременно должно быть. Если в этом состоянии уже месяца 2, 3, 4, то есть это вариант дезадаптации, это вариант перетренированности как таковой. Самым благоприятным считается третий тип умеренное преобладание автономного контррегуляции, то есть умеренная парасимпатикотония. И четвертый, значительное преобладание, он, с одной стороны, очень хороший. Считается, что спортсмены с четвертым типом – это очень, это марафонцы, как можно так сказать, да, то есть это очень хорошее восстановление, быстрое восстановление. Но с оговоркой, то есть должны быть под контролем, потому что есть тоже риск развития как раз нарушений в работе сердца. Частенько. Ну, там есть параметр, мы дальше с вами перейдем по классификации, когда это можно уже трактовать как неблагоприятный тип. Ну, это вот совсем не очень хорошо видно, я просто покажу, на чем основано. Это вот риск сердца, когда развожили математически, на основе анализа Форье, спектральный анализ, у нас с вами появилась, вот она, кривая, вот это вот общая мощность спектра, все три вот этих вот цвета. То есть чем больше суммарная вот эта площадь, тем лучше, тем получается, ну, как считается, тем больше общая мощность, вроде как лучшие показатели. И в них выделили три вида волн. Это высокочастотный. Вот это как раз оценивается мощность регуляции парасимпатической нейросистемы. Вот это вот, красная, симпатическая нейросистема. Это из вазматорного центра продолговатого мозга. И вот эта вот зелененькая, вот эта вот зелененькая часть, вот это вот, тут два вида, два варианта. Это у нас с вами и влияние из подкорковых центров вегетативной регуляции, то есть это гипоталамические ядра в основном. То есть это централизация, это центральная. И есть еще вариант второй, что это морально-метаболические влияния, то есть те продукты обмена, которые образуются у нас с вами в мышцах, то есть они тоже же влияют на систему гемодинамики, на систему кровообращения. Вот это получается их влияние. Но вот в практике сейчас превалирует подход, что это все-таки центральная орготропная, то есть это натигментарные показатели регуляции именно гипоталамических структур, и очень часто, и вот по моей практике, связывается с эмоциональным напряжением. То есть когда начинает превалировать вот эта вот зеленая часть, это значит, эмоциональное напряжение, оно выражено вот над всеми остальными. Так, что у нас здесь еще? Ну давайте дальше. То есть в принципе смысл должен быть понятен. А, ну это системы, есть уже программные комплексы, которые у нас с вами загружаются на различные смартфоны, но вот здесь вот тоже система по вариабельности, по мощности спектра. Она основана на частоте пульса, и дальше там получается, раскладывается по всем этим параметрам. Системы удобные, но системы более индивидуальные для текущего контроля. Вот она классификация. Классификация Натальи Ивановны Шуйк. Вот первый тип. Есть это экспресс-классификация. На самом деле там она более сложная система, поэтому здесь лучший вариант какой? Определить исходный тип, а дальше просто контролировать, насколько в этом типе спортсмен стабильно двигается или нет. То есть не переходит ли он в осталь в другие типы неблагоприятные. Для первого типа характерно стресс-индекс. Это еще вывел его Роман Маркович Баевский в свое время. Им пользуются, причем все системы, которые по вариабельности есть, вот разное оборудование, они всегда берут стресс-индекс, но кроме зарубежных. Зарубежные не приняли вот эту методику в ориенционной пульсометрии, но, кстати, и зря. То есть Россия все-таки ушла намного дальше, чем за рубежом. Тресс-индекс 100 единиц и более. Общая мощность, вот которая говорила, суммарно общая мощность, это парасимпатика, симпатика и вот это центральное, орготропное влияние, она очень, она низкая. 1500-2500 миллисекунд. И еще обязательно оценивается мощность вот этой как раз центральной орготропной составляющей. 250 миллисекунд и более. Второй тип. Мощность очень маленькая, 1500 и менее. Стресс-индекс тоже меньше 100, но он обычно где-то даже 250-400 вот в этом диапазоне. Самое главное, что здесь мощность, это энергодефицитное состояние и мощность вот этой центральной орготропной составляющей менее 250 миллисекунд. Еще раз говорю, вот второй тип самый неблагоприятный, как он считается, но есть тоже, кстати, будут и исключения. Я вам там дальше покажу. Лена Федоровна, вот вопрос сразу же можно задать. Вот вы говорите, второй тип неблагоприятный. Может быть, я немножко вперед, правда, забегаю, но коротко, может быть, в двух словах. Если, ну, вот мы спортсмена, да, протестировали второй тип, какие вот первые рекомендации тренеру, вот что можно здесь, какую сторону-то уходить? А здесь уходить однозначно в снижение нагрузок. Вот здесь однозначно в снижении нагрузок, увеличение пауз отдыха между повторениями, увеличение получается. Плюс к этому, что еще возможно, тут надо, говорю, обязательно соотносить с возрастом, с периодом развития. Потому что еще в этом варианте. И динамики, да? Да, и в соревновательный период, где старты. Потому что, возможно, кратковременный уход именно вот в этот второй тип. Ну, это будет нормальным считаться. Это будет считаться нормальным, но если потом он из него выйдет. Ну, как бы, вот мы снижаем нагрузку и все, да. Либо, допустим, может быть, какие-то, ну, например, уходить там в низкоинтенсивные нагрузки или еще. То есть лучше просто снизить ее. То есть не уходить ни в какую крайность, просто снижение нагрузки и дождаться, подождать, когда, ну, мы уже из этого типа выйдем, там, в другой. Нет, дело в том, что как раз низкоинтенсивные нагрузки, они тоже могут способствовать, да? Способствовать, конечно, да. То есть получается улучшение. Вообще считается даже, что по наследственности первый тип, вот он наследуемый, третий тип наследуемый, второй и четвертый, они вот как раз переходные, как раз из первого во второй могут спокойно перейти. То есть ухудшить, да? Из третьего в четвертый. Понятно. Но я видела варианты разные. Поэтому вот просто очень, да, я очень много лет этим занимаюсь. Видела разные варианты. Это просто я сказала как раз мнение в последней статье Натальи Ивановны Шик. То есть она посчитала, что первый и третий тип, они наследуемые. Все остальное переходные. Я говорю, видите, я с ней не согласна. Потому что, говорю, видела очень много разных вариантов. Ладненько, спасибо, все, продолжайте. Да, я за то, чтобы просто контролировать. Это индивидуализация тренажного процесса. Так. Ну, кстати, и они определяются, вот очень хорошо определяют, до периода полового созревания, до пубертата. Уже где-то лет в 6-7 уже можно сказать, какой исходный фоновый тип. Потому что в спорте, в спорте, ну, скажем так, наилучшие результаты это третий, четвертый под контролем, третий, четвертый. Вот первый, второй тут уже под вопросом. У меня получалось, ну, это в пубертате я уже смотрела, а до пубертата все-таки третий, четвертый тип. Это для примера. Спортивная ходьба, ЧСС. Это вот смотрите, тоже при одной из той же, как ЧСС, так показатель, скажем так, мы его тоже считаем, как показатель уровня тренированности, да? Ну, как такой, хороший критерий. Вчера была очень интересная конференция у нас, сейчас идет конференция международная в Институте спорта и туризма и сервиса ЮРГО. И Леонид Яковлевич, Одар, был вопрос по силовым нагрузкам. Он тоже говорит, да вот ЧСС – это критерий тоже по контролю силовых нагрузок. Вот здесь мы тут поспорили. То есть не всегда ЧСС будет объективно. Я вот к чему. И даже вот при анализе вариабельности, что мы смотрим, что ЧСС – это одна этажа, два спортсмена, 56 ударов в минуту. Но при этом, ну, здесь девушка, первый взрослый разряд, 16 лет. Ну, как я поняла, что тогда она бежала уже на уровне, то есть приближалась к результатам кандидата в мастера спорта. И третий тип, то есть спортсмен – это мужского пола, кандидат в мастера спорта, он с третьим типом регуляции. Вот смотрите, давайте по четвертому типу. Мощность – 13927, да, то есть получается 10-12, даже и более. На самом деле там может быть и до 20 и более тысяч мощность. Стресс-индекс – 18,2, то есть это к четвертому типу, от 10 до 20. И вот структура спектра, смотрите, то есть в нее преобладает парасимпатика. Ну, давайте в процентах. 53% покоя парасимпатика регулирует, да, ритма сердца, 24%. Симпатическая – 22. Это центральная орготропная. Вот. То есть вот это вот считается самая оптимальная, по крайней мере, если она у нас с вами в подготовительном периоде будет сохраняться вот такая, это вот самый лучший вариант. То есть это спортсмен, который будет быстро восстанавливаться. Здесь третий тип регуляции, то есть тоже мощность хорошая, то есть 5396, соотношение, вот смотрите, соотношение немножко иное. Парасимпатики 46%, симпатики 31%, вот это вот неэффективная регуляция центральная, 28,4%. То есть пирамидка тоже вроде хорошая, но парасимпатики поменьше. Вот он как раз и больше тяготел к средним дистанциям, как я поняла, потому что они параллельно тогда у нас, получается, снимались. ой, да, так. Я думаю, спортсмен, нет, простите, да, ну вот этот спортсмен, который как бы тикотит больше к скоростным таким, да, к спорту там небольшим, что-то вот такое более форплековое, по ритму, по темпу. Но в ходьбе это не приветствуется, я знаю, то есть у вас все-таки выдерживается такая ровная, просчитывается дистанция, но вот у него вот эти скоростные финишные спорты, они у него лучше получаются, если он терпит. Вот это показатель еще один, это в переходном периоде ортопробы я не беру ортостатическую пробу классически, хотя вот по классификации шлык она тоже говорит, что обязательно нужно брать еще ортопробы, там еще показатель такой, что там вспомогательный для классификации, для того, чтобы отнести там в тот или иной тип регуляции. Но так как я начинала, скажем так, при большом количестве, при необходимости обследовать большое количество человек за минимальное время, то есть я остановилась на только оценке переходного периода ортопробы, то есть из положения лежа в положение стоя, и снимаем только минуту времени, вот получается, вот с пятой минуты получается по шестою, и здесь оценивается реактивность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Не симпатического, а парасимпатического. Тут это методика Михайлова. И в чем ее суть? То есть когда мы с вами встали, у нас с вами, там начинается противоборство, симпатики и парасимпатики, да, то есть за влияние. То есть система, получается, она приспосабливается. И что получается? Ритмограмма у нас с вами вначале уходит, там первые три секунды она, наоборот, часа снижается, потом очень быстро повышается, и вот с этой вот ямки, вот повышение, повышение, то есть это снижение у нас величины эррера интервала. И потом резкое должно быть повышение на парасимпатику. То есть вот здесь симпатика активизируется, здесь парасимпатика. И чем выше вот этот вот горб, чем выше горб, тем, соответственно, получается реактивность парасимпатического отдела будет выше. А что это такое? Это оценка адаптивных резервов организма по перестройке. То есть изменение положения тела, это функциональная проба, система гемодинамики должна очень быстро перестроиться. То есть система кровообращения должна перестроиться, и вот там как раз идет такое антагонистическое противоборство симпатики и парасимпатики, влияние симпатического парасимпатического контура. Но за счет этого они находят то равновесное состояние, при котором кровообращение, кровоток, кровоснабжение работающих органов не страдает. И вот давайте по этим спортсменам посмотрим, что же у нас с вами по адаптивным резервам. Вот у четвертого типа. Но у нее тут хорошо сложилось, у нее вообще, у этой девочки, 1,58, резервы хорошие, 1,6 и выше, это отличный уровень. А у этого скоростного, вроде тип регуляции, третий хороший, но резервы 1,16, удовлетворительные. И здесь момент, что скорее всего, что дальше он... Я, честно говоря, не видела, когда вот в таких резервах, когда они длительное время, то есть вот это вот, их исходный тип, чтобы они дальше очень сильно повышались. То есть вот этот спортсмен, как правило, он должен и закончить достаточно быстро, потому что резервы не с кем. По крайней мере, для ходьбы это точно. А вот для примера, то, что я вам сказала, приведу пример, но это как исключение. Второй тип регуляции. Хоккей – это мальчишка 16-летнего возраста. Посмотрите, пожалуйста, мощность регуляции у него. Всего 345. Если там в предыдущем случае у нас были тысячи, то здесь всего 345 миллисекунд. Это очень мало. Это вот как раз второй тип регуляции. Очень высокий стресс индок, 425, то есть более 100, а тут в 4 раза больше, чем 100, 425. По соотношению смотрите. Но при этом у него хорошее соотношение. Фаросимпатики, симпатики центральной энерготропной, то есть симпатики 53%, симпатики 2,4%, центральной энерготропной 22%. Но состояние энергодефицита, потому что меньше 188 миллисекунд, меньше 250, точнее. 188 миллисекунд. Поэтому мы отнесли ко второму типу. И мощность низкая, и ВЛФ маленькая, меньше 250. Это второй тип регуляции. Это в июле. Посмотрите, пожалуйста, в феврале. Опа, простите. Продублировала. Не посмотрела, когда готова презентацию. Извините. Ну, давайте так-то, поверьте мне на слово. В феврале, это было в июле, в феврале у него было еще ниже. Тут, получается, мощность регуляции уже была где-то 180 миллисекунд, 180. Соотношение ушло в симпатику сюда, превалированной симпатической. То есть, получается, а в феврале, это у них как раз соревновательный период, там, во всю, как раз они готовятся к финалу, в Ференстве России. И вот резервы. В июле были 1,64, а в феврале уже 1,42. Они высокие. У него изначально высокий уровень резервов. То есть, получается, второй тип, вроде энергодефицитный, но с высоким уровнем резервов. И он их истощил не так значительно, как мы думали. ЧСС, смотрите, хороший, 66 ударов и 62 удара. То есть, близко к бродикардии. Вроде как бы даже хорошо. Но энергодефицитный. Что касается, как же он себя вел, он всегда у меня был в группе неудовлетворительно. Неудовлетворительно. Но этот тип у него был кратковременный, даже не то, что кратковременный. Вот за счет вот этих адаптивных резервов он держался года 4. Потом этого спортсмена я специально посмотрела во взрослом возрасте. И что оказалось? Этот спортсмен играет сейчас в КХЛ уже достаточно давно. То есть, он дошел все-таки, он отобрался на высокий уровень. А сейчас у него третий тип регуляции. И когда я посмотрела, нашла его данные в 13 лет, а у него там тоже был третий тип регуляции. То есть, получается, смотрите, третий, в пубертате он сменился на второй, вот этот вот такой экстремальный. Он продержался, он мог, действительно, его могли загнать. Он продержался, и при этом, и потом, когда созрел, то есть, период, по-моему, созревания закончился, во взрослом периоде, он у нас с вами пришел опять к третьему типу. А его же сверстники, которые были со вторым типом такие же, ну, не такие же, но с низкими адаптивными резервами, вот они уже отсеялись в молодежном хоккее, ну, наверное, на второй год после выпуска из школы. Второй, но кто-то третий. Там за счет просто технических параметров, это команда трактора, споршкола трактора, техническая составляющая у них на высоком уровне всегда была, раньше была, сейчас похуже стало. И за счет технических действий они могли там дальше еще как-то пробиваться. Но вот эти вот параметры, первый и второй тип регуляции им тогда не дали. Вот, к сожалению. Потому что я этих ребят просто вижу уже, они так получают, что мы с ними встречаемся уже вот после 20 лет, они там некоторые стали работать тренерами, поэтому они у меня появляются. и как раз и обсуждали по этому поводу. И очень хорошо соотносится с параметрами как раз общей аэробной выносливости. Вот эти вот показатели. Почему я беру все-таки еще для оценки уровня развития аэробных способностей. Следующий параметр, который по функциональному состоянию мы берем, последний, это функциональное состояние синцемоторной системы. То есть до этого у нас с вами было функциональное состояние системы, которая отвечает за энергообеспечение и сохранение гомеостаза, то здесь теперь система, которая отвечает непосредственно за движение. Есть три таких интересных критерия. Критерия Воскутовой. Функциональный уровень системы, устойчивость реакции, уровень функциональных возможностей. Определяется при в тесте простая зрительно-моторная реакция и та же самая реакция только в условиях помех. Ну, здесь критерии, здесь создаются те частоты помех, которые под вид спорта. То есть, естественно, что если, допустим, хоккей я даю на частоты максимальные помех, то в легкой атлетике циклические до спорта они будут, конечно, намного меньше. Ну, оценивается, получается, вот эти три критерия. Еще раз повторю. Простой зрительно-моторной реакции и в условиях помех. Вот достаточно, это важно. Почему? Давайте посмотрим их динамику. на примере это пловец 14 лет. Ну, я взяла циклические виды спорта, просто здесь у меня хорошая динамика вот оказалась, такая красивая. 14 лет. Вот давайте смотрим. Это получается 8 апреля точка, 2-я, 29 апреля и 22 июля. Это подготовка там получается ближе что-то, какой-то нехстар там уже был где-то в июле какой-то. Либо спорта-киада, не могу сказать. Но что нам важно? Вот смотрите, 8 апреля у нас с вами есть в простых условиях первая часть все эти критерии. Чем больше, тем лучше. И в условиях помех. В условиях помех они всегда меньше. Ну, как правило, они всегда, они меньше и бывают достаточно значительные. Смотрим кривую. 8 апреля. Ну, вот она вот такая получается. Устойчивость реакции навсегда поменьше. Это функциональный уровень системы в основном берется по скорости реакции, в алгоритм распределения по скорости реакции. Устойчивость реакции берется по устойчивости реакции, то есть, насколько они так ровненько реагируют. Нет таких больших западений по скорости. И параметр уровень функциональных возможностей это как бы среднее между первым и вторым. Поэтому вот он чуть побольше. Ну, вот она самая-самая высокая. Дальше смотрите, в условиях помех достаточно низкая, да? Ну, кривая повторяет та же самая, только с меньшей амплитудой. Точнее, не меньшая амплитуда, получается, она такая зеркальная симметричная, да, у нас кривая. Теперь берем 29 апреля. Вот смотрите, в простых условиях эти параметры начинают снижаться, а в условиях помех они у нас стабильны пока, держатся. Вот она прямо повторяет 8 апреля. Теперь 22 июля, в условиях простых она снижается, еще дальше продолжает снижаться, а в условиях помех, смотрите, а ее движение вот сюда вверх. то есть чем ближе к стартам, чем ближе к соревновательному периоду, то есть по этим кривым, вот по этой вот части в условиях помех и по движению ее в ту или иную сторону я определяю степень готовности соревновательной и даже уже научилась определять, скажем так, период подготовки. Но это при условии, что если на спортсмен приходит ко мне, допустим, после дня отдыха, то есть в начале мезоцикла, как вот положено для контроля доэтапного, в принципе, даже для текущего контроля, тогда очень хорошо четко определять его движение, куда он движется. Вот вчера мы разговаривали с тренерами по современному пятибое, вот у нас у меня и был вопрос у спортсменов, то есть мне как-то я считала, что у них уже специальный подготовительный период, по результатам у них еще общий подготовительный период. Спрашиваю, они говорят, да, скорее всего, что так и есть, что у нас так и специально, как раз они пошли в начале, в конце общепоставительного периода к вам на обследование. То есть, в принципе, результаты совпали. Есть спортсмены, это очень высокого класса, у которых вообще вот эта вот часть кривой, кривой вот этого, она особо не падает. Ее диапазон, разбег очень маленький, но таких спортсменов очень мало. То есть они как бы находятся всегда в таком соревновательном тонусе, то есть они быстро набирают форму. Очень быстро такие, вот с ними как раз хорошо, наверное, работать блоками такими по подготовке. Даже макроциклы какие-то очень короткие. Так. Это по функциональному состоянию. Теперь давайте по функциональной подготовленности, то есть определив функциональное состояние, мы с вами должны определить еще, наверное, способности физические, да, как они у нас проявляются, насколько они, какой уровень их развития. Ну, вот я для себя определила уже. У нас с вами работа Центральной нейросистемы очень хорошо взаимосвязана с скоростными способностями, поэтому они и наследуемы со скоростесивовыми, с координационными способностями. Тут, конечно, наследуемость, она меньше, но тоже, но скажем так, координация работы мотора, двигателя, двигателя, единицы, она будет влиять как раз на координацию движения, на технику движения. И, значит, начинаем мы с вами со скорости реакции. У меня, на самом деле, реакций, конечно, много. Это простая реакция, реакция на движущийся объект, реакция в условиях помех, еще реакция выбора, развлечения. В легкой атлетике, конечно, у вас количество реакций должно быть меньше. Но эта система, она может использоваться с точки зрения просто, скажем так, динамики и функционального состояния, и просто здесь, что не должно снижаться, эти параметры не должны снижаться там ниже определенного уровня. то есть как критерий даже утомления получать, больше функциональное состояние. Ну вот скорости реакции. Это у нас получается как раз спортсмен от 19-летней и спортивной ходьбы. Кстати, что характерно для циклических видов спорта? Точность реакции обычно на очень высоком уровне. 0, 1, 2, это вот классический вариант. До 3. Но если мы не говорим про период пубертата, то есть там могут быть отклонения по точности реакции. То есть это тоже как критерии в каком же периоде развития он находится в возрастном. Здесь дальше, вот вверху скорость реакции. Есть скорость простой зрительно-моторной реакции, но как правило получается у циклических видов спорта средняя скорость реакции. Есть для спринтеров конечно важна скорость простой реакции. Там где-то 190-188 миллисекунд. Если мы говорим про спринтер, конечно будем обращать внимание на этот параметр обязательно. не должно быть ее там снижения. Снижение не будет большое. Параметр наследуемый. На него только будут влиять в основном это степень утомления. Реакция выбора. Это все-таки для других видов спорта. Просто у меня в общей программе они заложены, и тут я от них не уйду. Поэтому я в любом случае буду показывать. Реакция на движущийся объект это уравновешенность нервной системы. То есть как правило тут параметры тоже хорошие, отличные, отличные, хорошие показатели. Помехоустойчивость. Здесь тоже берется скорость реакции и точность. У него помехоустойчивость хорошая. И тут реакция различия, но это не ваша реакция. То есть в принципе в циклической в легкой атлетике что кстати в гладкомпейке то есть циклике либо в ациклических видах лучше там прицельные скоростно-силовые лучше ориентироваться вот на эти три по ЗМР, РДО и помехоустойчивость. Остальное просто как-то ну вот оно есть и есть. Следующий параметр это синцематорная произвольная координация движений. Это координациометр. Это у меня вот еще старый-старый-старый вариант, но я его очень люблю. Считаю, что старая программа лучше новой. А что по ней определяется? То есть это планшет, платформа, по которой есть в статическом режиме. Это если щуп в среднее или там большое отверстие работа и смотрится по параметрам тремора колебаний координационной способности и при движении. Это получается при динамической форме работы мышц. У нас с вами при движении вот по этому лабиринту. Надо запустить и сначале. Скорость достаточно, я прошу вот примерно вот ту, которую я показываю сейчас мышкой. Вот примерно с такой скоростью они у нас и ведут. Быстрее не надо, потому что теряется качество. Медленнее тоже не надо, потому что все-таки как правило все виды требуют скорости. То или иной они должны производиться движения достаточно быстро. Так, что мы здесь получаем, какие параметры? Здесь мы работаем, это работа по рукам. То есть это получается руки, это не ноги. Но система просто здесь опять-таки задумывалась такая, чтобы была как можно быстрее, как можно быстрее и самое главное еще как можно меньше спортсмен, чтобы затрачивал на эту программу усилий. То есть в основном старалась всегда не на выручные тесты принимать. Инцомоторная координация. Хорошие показатели. Отличные, отличные и тут, и тут. Здесь параметры берутся, здесь что можно у вас посмотреть? Асимметрию. То есть правая-левая рука. Не должно быть ваших видов спорта циклических. Если мы говорим про гладкие циклические, не должно быть асимметрия. Раз и то, и то, и другое на одном уровне. Если идут эти различия, то, как правило, там начинаются различия и по техническому исполнению. Произвольная координация. То же самое. Но тут получается тоже хорошие показатели у спортсмена. Следующий важный показатель это функциональной подготовленности как раз нейродинамическом компоненте. Это баланс тела. Очень люблю вот этот тест. На самом деле стабилоплатформ очень много. Есть профессиональные стабилоплатформы. Это вариант профессиональной стабилоплатформы биомеры ST150, но в виде тренажера. Для меня оказался оптимальный вариант, потому что легко переносить. То есть спортсмен стоит на платформе и на экране ноутбука. То есть получается у него задания. То есть либо он стоит. Причем я эту пробу усложнила. Я ее делаю с закрытыми глазами. Потом с открытыми глазами они у нас пытаются управлять движением шарика. Они должны его оставить на месте. И определяем мы два показателя. Это статическая устойчивость и статокинетическая устойчивость. У меня с процентом соотношения до 150 есть определенные критерии. У этого спортсмена в статике хороший уровень, в движении 106. Уровень тоже отличный. На что это будет влиять? Это будет влиять как раз на то, как спортсмен регулирует свою позу при передвижении. Потому что колебания позы, если у нас с вами баланс начинает ухудшаться, колебания позы будут к чему приводить? Получается у вас колебания общего центра тяжести это потери скорости и затраты лишней энергии. Что я наблюдала в циклических видах спорта, как-то получилось мне поработать в школе в атлетике, я увидела, что баланс особенно у детей, особенно когда они начинают активно изменяться по длиннотным и широтным размерам, баланс начинает ухудшаться. Все изменения в массе тела, в росте, в длине тела, они очень сильно влияют на баланс. Второе, это если у вас мышцы стабилизаторы, но сейчас в легкой атлетике стали обращать внимание на это, на мышцы стабилизаторы. Александр Иванович, просто я вас вижу только. Да-да-да, статодинамические различные. Да-да-да-да-да. Вот эти все упражнения, они стали у вас очень большое место занимать. скажем, не то, чтобы они прям, ну как сказать, некоторые тренеры немножко опасаются, что они там скорость снизят, еще что-то, то есть не скажу, что прямо они популярные стали, но то, что есть такой, ну, стали применять, да, такое есть, да. Вот вы сейчас как раз, может быть, и подскажете, для чего они нужны, да, и вот, ну, как-то проиллюстрируете важность этих, этих упражнений. А вот смотрите, как раз и получается, я же вам сказала, что при изменениях тела, да, то есть получается по массе, по длине, сразу начинает ухудшаться баланс. Почему? То есть как раз недоразвитие вот этих вот мышц, да, то есть они-то вообще самые слабые. То есть если вы их не задействуете в упражнениях, а статодинамические упражнения, они позволяют в медленном темпе, да, то есть они позволяют как раз завлечь вот эти вот, активизировать именно вот эти вот глубокие свои мышцы, вот эти глубокие стабилизаторы. То есть если вы, они у нас с вами слабенькие, получается, смотрите, сразу начинается дисбаланс. Колебание центра тяжести, оно начинается у нас с вами, то есть оно должно как уйти, да, при движении. Вперед, вектор, а у нас получается начинается колебание в сторону, да, то есть. Ирина Федоровна, вот, ну, я может немножко как бы сейчас вас с мыслью собью, но напрашивается вывод, что в период активного роста тренером необходимо как раз использовать вот эти статические упражнения. они будут как раз, то есть в этот момент может быть обучение техники как раз будет нерациональным, потому что баланс тела не очень хорошо понимает и выдерживает, но как раз использование статических упражнений, ну, конечно, в определенной дозировке, бескрайности, это как раз позволит улучшить как баланс тела, так и техники и показатели. Да, 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 потому что вот ошибки в технике, да, ошибки в технике, часто так и происходят, и самое главное, что это закрепляется, вот это неправильное, да, то есть особенно если мы не обращаем внимания, закрепляется и потом, знаете, да, то есть очень тяжело переделать двигательный стереотип. При утомлении все равно будет активизироваться старый стереотип, который был закреплен ранее. Да, вот этот вот момент и сейчас очень, я делаю в том, что работаю когда с единоборствами, у них колебания массы тела в связи с тем, что они, у них весовые категории очень точные, и они начинают, они к этому, на это обращают внимание, и тренеры, боясь, что силовые параметры у них не будут соответствовать там той или иной весовой категории, они очень часто стараются спортсмена заставить сгонять вес, то есть 5, по 6, по 8 килограмм сбрасывать. И когда они встают у меня на вес, сразу на вот на стабилу платформу, это очень хорошо видно, очень хорошо, вот эта сгонка веса. Поэтому вот, да, вот эти все, говорю, все изменения, они плюс еще параметр, конечно, баланс тела очень чувствительный к утомлению, функциональному состоянию. Елена Федоровна, вот еще момент, сейчас тоже, ну, может, какое-то время уже стало модным, ну, или вот так, вошло в тренировочный процесс, вот эти платформы, которые нестабильные. Да. Вот, вот в данном случае, как мы можем их использовать, да, и надо ли их использовать, когда, например, у нас период бурного роста, их, может быть, наоборот, надо использовать, да, и это будет хорошо, что она нестабильная, и спортсмен пытается баланс найти, потом на твердой подсложник легче будет, или наоборот, лучше этим не, ну, как бы не... Нет, это тот же самый эффект, как статодинамические упражнения. Только более усложненные, больше требований предъявляют. Ну, сразу могу сказать, он еще интересней, интересный. Это такое развлекательное мероприятие. Это циклические виды спорта, плавни, 26 лет, мастер спорта международного класса, тоже получается по балансу. Ну, вот смотрите, что у нее получается. А у нее тут интересный момент, то есть у нее, это 19 сентября и 21 февраля, то есть получается сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, да, ну, где-то полгода, где-то около полугода. Статическая устойчивость у нее, то есть это набор формы, да, то есть получается, это уже, это начало специально подготовительного периода, это уже ближе к концу специально подготовительного периода, да, то есть видим, что статическая устойчивость улучшается, статокинетическая устойчивость тоже у нас с вами улучшается. То есть это как еще критерий изменения, ну даже давайте так, набор улучшения коронационной способности и набора оптимальной формы. Следующее у нас с вами, это скоростные и скоростно-силовые способности. Тема такая достаточно интересная, здесь в зависимости от режима, подбирала что? Подбирала те тесты, которые опять-таки не нагрузочные, потому что нужно, самое главное еще, что я люблю повторять, не навредить спортсмену. То есть как можно меньше нагрузок при тестировании. Теппинг-тест. Элементарные, простейшие, психологи придумали в свое время, еще там 50-е годы, сейчас это уже такие платформы. И выполняется движение, то есть и здесь можно режимы задать разные, то есть можно, если кому важен скоростной, скорость, скоростные способности, можно вообще делать только в скоростном режиме, то есть работа кистью. За определенное количество времени, за 30, за 40, за 60 секунд, можем поставить до 60 секунд, надо выполнить как можно большее количество ударов. Можно сделать режим скоростно-силовой. Допустим, вот в единоборствах я работаю на скоростно-силовом режиме. То есть они у меня выполняют работу уже не кистью, а работу предплечьем. Это будет уже скоростно-силовой, да, то есть получаем большее количество мышц. То есть тут в зависимости от задач, что нам нужно узнать и что нужно именно в этом виде, в этой дисциплине. Ну вот, например, это у нас с вами, ну, от хоккеистов не могу отойти, сейчас там даже будет пример другой, по плаву, ой, по другому виду спорта. Вот это у нас с вами кривая, получается, частоты. Это хоккей 3-4 года. Это, кстати, вот насчет наследуемости скоростных способностей. То есть 3-4 года у меня мало кто из спортсменов более младших выполняет вообще вот в таком темпе. То есть выше 10 герц, это в герцах, 10 точек в секунду. На пятой, на десятой секунде, получается, в первой секунде там 9, 9 и 8, потом 10 точек в секунду, потом некоторое снижение. Тут вообще взорвался под конец до 11. Но тут, поэтому он играет так долго за счет скорости от нападающей. Причем у него там есть, конечно, ошибки. Самое-то интересное на этой скорости, у него низкая способность к произвольному расслаблению мышц. И получается, что он еще столько много энергии тратит. То есть когда нужно отдохнуть, да, то есть, допустим, нога должна под собственным весом сделать пронос, она у него тащится, то есть он тоже с напряжением. То есть если бы вот это вот ему ликвидировать еще в самом начале, тут можно было бы играть до 40 лет и далее. Это вот футбол, это нападающие. Это Казахстан, премьер лига, тоже я примерно 32 года. Ну вот смотрите, самое интересное, тоже нападающий, но он не скоростной, да, он где-то там, он взрываться не может. Да, начальная скорость. И потом его вообще там утопило меньше 6 Гц. Ну этот нападающий, как Евгений Витальевич говорил, они играют за счет других параметров. За счет техники, за счет хорошего тактического мышления, но он не скоростной. То есть это, скорее всего, то есть это наш следуемый. А если мы говорим про, как же это использовать, то есть мы берем начальные показатели, мы берем среднюю частоту и мы берем еще, можно смотреть, кривую. Вот эта вот кривая для гладкого бега явно не подходит. Почему? Ну, это фактически, то есть спортсмен не умеет вообще раскладывать дистанцию. Абсолютно. Такими взрывами. У меня сейчас получается в современном пятиборье такие спортсмены. И тренер по легкой атлетике, она и жалуется на это. Они вообще не умеют дистанцию держать, то есть темп держать. Каким-то рванометением. Потом мы смотрим еще, можно же смотреть еще как скоростную выносливость. Можно поставить на 40 секунд, можно поставить как здесь вот на минуту. Можно смотреть еще скоростную выносливость. То есть насколько вот эта вот часть последней, допустим, 30 секунд или 20 секунд, они соотносятся с первыми. То есть как процент утомления. Вот тоже как вариант. Но это всегда тут ставится задача, что называется, от тренера. Что ему надо? Вот у вас были такие, такой опыт, когда вот, ну допустим, у спортсмена вот, ну как мы сейчас видим, да, вот у хоккеиста график такой ломаный. Но вот спорттренер увидел, да, спортсмен увидел. И вот они, ну как-то темпоритмовые различные тренировки делали. И у них это все дело так выглаживается. То есть насколько это вот наследуемо, насколько это, ну, можно, скажем, в тренировочном процессе добиваться улучшения этого качества. Это как раз ненаследуемо. Здесь в большей степени, наследуемо, знаете, что, уравновешенность нервной системы. То есть если спортсмен неуравновешенный, как правило, вот у него как раз вот такие вот кривые начинаются. Но темпоритмовые, они ставятся. И вот как раз мы, то, что мы сказали в современной пятиборье, вот Джао Стрейн по лёгкой атлетике, у них уже начиная там где-то через месяца два, то есть первый раз я их увидела в июне, вот с такими ломанными кривыми практически у всех, уже где-то в начале августа кривая стала более ровная. То есть стартовая скорость не изменилась, да, то есть как и должно быть, на том же уровне было. Средняя скорость чуть повысилась, но при этом и кривая начала быть, скажем так, не было таких пиков. То есть это была целенаправленная работа. Кубертатный возраст, ну, как бы не очень, да, хорошо влияет на вот эту равномерность? Нет, здесь максимум, нет, я поняла, нет, вот здесь вот ваш вид спорта, там всё-таки отбор, те, которые более равновешенные спортсмены остаются, потому что монотонную работу её надо выдержать. Поэтому у вас вот так, особо таких проблем нет, это реально. Но какие-то западения, да, не будут, но небольшие. Всё, спасибо. А вот скоростные, кстати, виды, там, где спринтерские дистанции, вот у них могут быть. Вот, вот я вот и спринтерские дистанции, да, вот у нас же есть прыжковые виды, ну, допустим, ладно, спринт там, да, там, а есть вот прыжковые виды, у них вот эта вот частота движений, да, вот этот темпоритмовые характеристики, они имеют огромное значение, потому что она должна попасть в место отталкивания, а оно там рассчитывается до сантиметров. Если у человека вот такая ломаная кривая, он в итоге, соревновательный период, он в итоге никогда не попадёт на место отталкивания, как надо. Вот, и здесь можно использовать это таким образом, чтобы спортсмена, ну, уже опытным путём подвести к тому, чтобы он, ну, относительно ритм держал. Ну, или, может быть, если он совсем уже в этом плане нетренируемый, да, тогда его переводить в какие-то другие дисциплины, вот, где этот критерий не так важен. Вот, поэтому здесь, или наоборот, да, у нас есть спортсмен, у которого вот прекрасно он это вот выдерживает темпоритмовые структуры, но он у нас, допустим, не прыжками занимается. Тогда можно попробовать с ним на прыжках поработать, и он за счёт точного места отталкивания, да, за счёт попадания на место отталкивания сможет уже показывать, ну, хорошие результаты. Пусть, может быть, и среднего уровня, да, ну, скажем так, но всё равно хотя бы себя реализует в какой-то форме. Да, вариант. Ну, это при условии, что, да, всё-таки в скоростной работе он, мышцы у него приспособлены, да? Ну, идёте туда, если, конечно, да, да. Иначе мы получим другой вариант. А марафонцы тут бесполезны, да. Конечно. Спасибо. Ну, кстати, очень хорошо раскладывают, это, знаете, кто у меня, пловцы, вот, с пловцами мне этот тэппинг-тест, я его не люблю. Они чётко раскладывают, они знают 40 секунд работы, и они ровно раскладывают, но стартовое у них низкое. Я, знаете, что хочу сказать, что вообще по опыту взаимодействия на всяких семинарах и курсах, я уже понял, что у легкоатлетов есть хороший резерв, это вот особенно в скорости силовых видах, ну, я имею в виду бег даже спринтерский, прыжки в длину, они там, ну, в прыжке, они там считают всё это. А в спринте и в легкоатлетике, ну, насколько я знаю, практически никто не считает количество шагов на дистанции. Хотя, ну, вот пловцы-то считают, пловцы, у них там всё в этом, грибцы, у них там всё это, вокруг этого вертится. А вот в беге это не принято, то есть меряют, сколько бегут, вот, по времени и всё. Хотя, на самом деле, как раз вот частота шагов, ну, если спортсмен бежит в комфортном режиме, даже не частота шагов, а длина шага, будет как раз показывать вклад в скорость силовой работы, если вы сделали блок скоростно-силовой работы, после этого у вас количество шагов уменьшилось, это будет говорить о том, что эта работа прошла не зря. А если вы это вообще не меряете, вы даже и не знаете, у вас вообще скорость силовая работа ваша или силовая, она вообще смысл имела или не имела, если частота шагов не изменилась в беге там на 60 метров или 200 метров, неважно, то смысла вот в этой скорости силовой работы никакого но почему-то в легкой атлетике ну и принято вот это делать никто не считает хотя сейчас ну и гаджеты есть это в общем то с этим нет что пожалуйста бери он те автоматически посчитает побегал ты какую-то работу интервальную с этим гаджетом и ты у тебя есть раскладка по количеству шагов на дистанции вот нет это вот наверное есть смысл как-то к этому не 3 и попробовать это используя но вот это получается давать так тоже самых ходок 19-летний тоже смотреть что интересно здесь я взяла два параметра 30 секунд и 40 секунд мне было интересно 30 секунд просто скоростные способности а потом вторые 2 1 через через где-то минуты наверно 43 отдыха то есть мы взяли еще за 40 секунд вот она вторая кривая самое интересное получилось что вот он сходу не вырабатывается то есть он сходу не показывает стартовую скорость такую какую нужно на 40 секунд второй раз мне показал параметр выше дальше у нее у него примерно совпали но здесь еще момент что под конец он еще смотрите вот почему и ускорился да то есть он еще такой есть него так тяга к портфельку ну и по параметрам то есть поэтому спортсмена по ходу стартовая скорость 81 хорошая близко к отличному средняя скорость хорошая то есть по скоростным параметрам спортсмен скажем так но это был в ходьбе у вас все таки это ближе это вот к рывкам да получается все рывковые моменты к нужно ускориться самое интересное по силе мышц я не ожидала ходака то есть тот параметр 2 который тоже относится к скорост силовым здесь тоже режим по динамометру я могу кистевой динамометр я могу это предложить два режима работы могу предложить только чисто силовой классический то есть выжить динамометр могу предложить сделать это рывком но в данной ситуации я конечно не отдельно можно было посмотреть скоростной компонент поэтому он работал именно на быстроту кистью степпинг тесте и силовой момент я удивилась что сила у меня такие результаты показывают вообще барбарцы 64 килограмм дана ну это как 64 килограмм примерно и причем смотрите самое главное что да вот симметрия есть симметрия право-левое циклики в циклике все-таки вы более симметричны а вот вариант тэппинг теста но это только появится скажем так если программе появится только на следующий год это уже тэппинг тест но только ногами это мы приобрели оборудование оптоджамп итальянское оборудование оно позволяет нам смотреть скорость силовой способности уже нижней конечности ну вот смотрите это правда то есть я показывал тэквондиста но это тэквондист мастер спорта международного класса 27 лет сборной уже достаточно давно поэтому параметры скоростные скорости силовые там на очень высоком уровне он показал это вообще рекордсмен это получается него 112 шагов за 15 секунд то есть если мы разделим получается на 5 на 15 секунд темп а вы получается так кого калькулятор поближе но если 112 на 15 разделить на 15 7,5 получается 7,5 да вы смотрите здесь цифры получается ниже данный порядок потому что рукой там мышцы одни да это намного легче тут получается количество мышц уже которые задействованы она больше здесь вот кстати когда я посмотрел как лекция готовилась я посмотрела что оказывает хотя у него чувство баланса очень хорошее очень хорошее он стоит но в движении у него еще можно там запас по технике должен быть очень высокий вот именно по мышц стабилизатором видели он получается он двигался еще терял время на перемещение поэтому по периметру по оборудованию но это рекордсмен 112 то есть больше меня еще не показывали вот это как вариант уже на следующий год но только там будут уже результаты другие немножко там будет только чистота к сожалению графику я вам выстроить не смогу но хотя как вариант надо будет залезть в программу просто будет это очень подольше тоже как раз скоростно-силовые способности тоже по этому же самому спортсмену хочу показать еще вариант ну это что возможно сделать это прыжок элементарный прыжок вертикальный прыжок вверх вы видите только ноги да то есть все правила соблюдаем лицо не видите все персональные данные соблюдается это прыжок вверх он даже улетел больше я не видела здесь результат 54 сантиметра это тоже рекордсмен то есть больше у меня никто не показывал в среднем прыгают с хорошими скоростно-силовыми мужской пол где-то 42-45 сантиметров а женский пол 36 где-то вот так 54 у меня пока редкий но я не видела правду прыгунов вот в легкой атлетике то есть я так думаю что там тоже 54 56 сантиметров должно быть это вот уже пятикратный прыжок оценивается высота прыжка и оценивается стабильность на протяжении всех пяти попыток пять раз ну если видите там как раз это все камера стояла в одном месте то есть он примерно что однократно прыгнул что пятикратно то есть стабильность очень высокая ну и уровень общей физической работоспособности это вот еще один параметр функциональной подготовленности я оцениваю как раз все-таки по результатам вариабельности то есть я соотношу это и к функциональному состоянию и к функциональной подготовленности вот к общей физической работоспособности только я еще беру тут параметры я не стала даже показывать кроме чсс я все-таки учитываю чсс покоя учитываю чсс тут не ортопробы а переходного периода это как раз за одну минуту то есть все-таки он должен быть быстро восстанавливаться то есть чем меньше тем лучше опять таки при состоянии то есть при недовосстановлении у нас с вами чсс орта повышается достаточно значительно то же самое если мы говорим про детей пубертатного периода развития да вот эти все фазы роста изменения особенно длины тела потому что про гетерохронность развития уже говорили когда у нас с вами вот кстати переход да типов регуляции чем связано попадание в первый и второй тип регуляции то есть когда длину тела мы вытягиваемся сосуды натягиваются да то есть они получаются они же эластичны да то есть они могут растягиваться то есть они натягиваются но напряжение регуляции да то есть напряжение будет где мы в работе гемосистемы гемодинамики системы кровообращения поэтому пока потом за у нас с вами как идет размеры то есть длина потом начинается набирать то есть изменяется структура повышается там толщина стенок да то то есть вот эта гетерохронность она она как раз нам очень сильно при подготовке спортсмена вот если не учитывать она нам очень сильно мешает а учесть вас это индивидуальные виды спорта вас можно вас на это надо очень обращать очень пристальное внимание дети растут по-разному у них биологический возраст разный при одном и том же паспортном возрасте и кто-то акселеранты кто-то ретарданты кто-то медианты да то есть средние по развитию вот почему кстати ретарданты хорошо так это у нас часто доживая до спорта высших достижений у вас тоже даже легкая атлетика ну частенько конечно да кстати говоря интересно и послушать ответ на этот вопрос почему почему ретарданты а получается да то то есть на них внимание вы не обращаете они вот как правило да то есть ставки делаете на медиантов точнее даже на акселерантов ретарданты они у они уходят в сторону вы их и не перегружаете честно говоря даже как тренер вам просто жалко наверное их нагружать но вообще на самом деле я так понимаю сейчас вот эти дискуссии все идут там оплата детского тренера там как ее лучше сделать там и так далее так далее на самом деле это вот очень серьезная проблема в том что у нас да дети взрослеют по-разному и скажем там в 14 лет биологическая разница их может быть там два года поставлять и вот и проблема то ну очень серьезно потому что тогда контролирующим органам конечно проще всего взять контрольные нормативы и результаты соревнований но мы же биологическом плане то получаю тестируем совершенно разных людей по одному паспортному паспортному возрасту но в биологическом плане то это абсолютно разный возраст и когда зарплата у тренера начинает от этого зависит и конечно ну какая-то катастрофа и проблема большая вот поэтому как это решать и как это делать это ну отдельная тема но да получается что акселерат видите как бы тренер еще не всегда но он как бы акселерат но тренер думает ну может он результаты показать не потому что он акселерат а потому что он талантливый потому что у него генетика хорошая вот наверное вот это вот приводит его к успеху и вот как бы идет вот такая работа вот поэтому здесь ну есть такая проблема да ну это вот как раз что касается выявить да за счет чего он развивается либо все таки за счет того что ускоренное развитие либо результаты показали бы за счет либо все таки за счет своих генетических способностей в этом раз лучше посмотреть и я один из моментов ты вижу вот нашего семинара в том что есть метод то есть педагическое тестирование в этом плане тренеру не подскажет то что вы там прыжок в длину отжимания подтягивания там челночный бег вы не поймете за счет каких возможностей да за счет насколько он сильно в резервные возможности спортсмен залает биологическое тестирование с подключением биологии да не нейро каких-то физиологических моментов она как раз возможно и поможет вам подскажет спортсмена то резервы то есть или вы просто пользуетесь его повышенным гормональным фоном все больше ну по крайней мере по скоростным по скоростным силовым способностям это по силовым способностям то есть генетически все-таки предопределено по выносливости тоже видите мы как было оказалось что те же самые типы 3 4 типа регуляции они тоже предопределены потому что я смотрела как раз детей 5-6 в садике как раз последний подготовительная группа 5-6 лет я удивлялась но так и есть то есть уже тип регуляции 3 4 не 1 2 3 4 насчет 4 типа регуляции хотел тут тоже вот уточнить то есть четвертый тип регуляции он является тут получается палка до конца это как есть еще как маркер все-таки очень высокой функциональной вот поскольку вот общие способности вот хороших очень отличных аэробных способностей это как раз вот в марафоне очень часто встречается в лыжных гонках особенно вот те кстати спортсмены в марафоне которые поздно начали вас есть такие представители ну вот я вчера буквально узнал ну совершенно случайно можно сказать вот сейчас может быть ну на слуху лыжник большунов который один из ведущих оказывается в 17 лет на спартакеаде юноши на спартакеаде россии вот он что-то какой-то 50-ый был или 30-ый то есть вот еще можно сказать ну по большому счету уже в том возрасте когда уже специализация идет во всем он еще был далеко не лидер далеко не топовый спортсмен вот а сейчас но на мировом уровне как бы один из сильнейших и просто ну феноменальные скажем феноменальный да он получается он и выносливо и скоростно-силовой скоростной здесь не как раз сочетание всех качеств то есть вот это вот проблема вот этого юношеского спорта проблема вот этих всех ранних специализации она вот очень сильно сильно вредит. Вот вчера, я говорю, я начал слушать там целых пять часов о том, как формировать оплату детского тренера, как все, я вот начал, час-два часа прослушал. Вот. Ну, вот да, они там бьются об этом, но я думаю, что контролирующие органы настолько сильны в нашей стране, что они, ну, если и дадут, то с большим трудом нам выстроить систему оплаты так, чтобы она была, ну, соответствовала тем физиологическим там функциональным вещам, которые действительно важны. Ну, вот, если проще сделать ЕГЭ, да, для контроля, если проще соревнования сделать, конечно, мы начинаем вот этим заниматься. Хотя, на самом деле, конечно, совершенно другие критерии вводить, вот, которые будут, будут для нас подспорьем, а не наоборот, нас уводить в сторону. Ну, они попытались, как сделать, насколько я поняла, систему, что все-таки система ДЮС-6 спортивная школа, как так, ну, раньше это ДЮС, сейчас получают ШОР, да? Ой. Ну, ДЮС-США, да, да, да. ДЮС-США, да. ДЮС-6. Да, и школа олимпийского резерва, что вроде как на каждой ступени можно перейти из ДЮС, то есть они будут готовиться к спортивных школах обыкновенных и отбираться потом в школу олимпийского. Они, видимо, так задумывали. Ну, посмотрим, как они в итоге как-то все реализуются. Ну, как бы, ладно, мы отвлеклись немножко. Да, нет. Елена Шеверовна, я, вы как бы уже потихонечку заканчиваете, да? Да, да, да. То есть я по этому специалии сократила. Смотрите, какой вот вопрос к вам. Вот мы сейчас увидели все на презентации, что очень-очень много различных-различных параметров. Вы можете вот сейчас коротко сказать о иерархии вот этих параметров, то есть с чего вы начинаете, да, делать анализ, да, и заключение, и как бы вот, ну, скажем, выстроить их по приоритету? Вот сначала на это смотрим, потом дальше, 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 чтобы сделать какие-то выводы. Понятно, что там глубина очень большая, и можно дальше разбираться, но чтобы, скажем, экспресс, да, тест, если у нас, мы начинаем смотреть и вот эту иерархию пробежаться, чтобы как-то структура выстроилась. Потому что пока немножко получается наброс-наброс-наброс, всего много, все интересно, а что же нам, как бы, важно определить? Ну, как раз последовательность такая же. То есть первое – это функциональное состояние, то есть параметры функционального состояния психического, а сенсомоторика, то, что я вам говорила, период подготовки, я в большей степени смотрю выравнивание, то есть соответствие периода подготовки, вот по критериям состояния, по условиям помех, да, то есть соответствие, это какой он, общепоставительный, специальный или там тоже начало-конец, и система энергообеспечения. И те изменения, которые там, которые там, я же еще в динамике смотрю, то есть там как раз еще и выстраивается график изменения, то есть после первого обследования, начиная со второго, там уже выстраивается график, куда, в какую сторону это идет. И дальше уже смотрю на уровень проявления тех качеств, которые силовые, скоростно-силовые, как они себя ведут, то есть их уровень и их динамика. То есть если у нас функциональное состояние нормальное, да, то есть получается, соответствует тому периоду, которое должно быть, нет состояния перетренированности, а какие-то качества начинают проседать, мы там тренировочный процесс. Если вы даете, получается, блок силовой, у вас вроде скоростно-силовые, там они тоже у вас подросли, а координационные, они у вас пошли вниз. Это значит, что? То есть у вас мышцы, скажем так, ригидные, да, то есть они, вот эти тонкие мышечные дифференцировки, они у вас уже не чувствуют. Опять соотносим, то есть значит, нужно дать какой-то блок, может быть там какая-то техническая работа, там координационные, если это нужно, а либо может быть продолжить еще скорость силовой. То есть, допустим, по скоростно-силовым может быть такое, что сила вроде бы большая, а скорость силовые низкие. Ну, как бы еще недостаточно, то есть они увеличились, но незначительно. Значит, нужно еще дать время на то, чтобы силовые нагрузки переварились, да, то есть получается, организм проявил уже максимум по скоростно-силовым. То есть вот здесь уже идет вот такая вот, скажем так, сопоставление с периодами, с задачами, с теми нагрузками, которые выполняли. Второе, я смотрю еще обязательно слабое звенье спортсмена. Где слабое звено? Может быть в психологическом состоянии, да, возможно. Там они страхи там всевозможные, которые поджирают, да, подсасывают эту энергию, которая ему нужна на восстановление ресурсов затраченных, и классических, энергетических, а он потрачивает, получается, на излишнее эмоциональное напряжение. Плюс к этому сокращается время сна, как правило, сон недостаточно качественный начинает там просыпаться. Это тоже значительно ухудшает. У меня сейчас спортсмен получается в современном пятиборье, 16-летний спортсмен. То есть там были проблемы психологические, были проблемы в семье, и что оказалось, что, оказывается, он уже полгода в таком состоянии, то есть там в состоянии психической напряженности было полгода. При этом вот по энергетике тип регуляции у него держался на уровне третьего. Третий, четвертый. Резервы держались тоже на хорошем уровне эти полгода. То есть это было сильное его звено. То есть сильное звено, оно всегда у нас более устойчиво ко всем вот этим вот факторам среды и утомлению. Но через полгода у него, получается, эта система резко ушла вниз. То есть энергобеспечение резко резко ухудшилось, резервы резко ухудшились. Вот вчера как раз и разбираются на эту тему. То есть получается этот остаток предыдущий, хотя над этим работали, да, то есть пытались там методисты, тренеры, пытались что-то с этим сделать. И вот только-только мы его вот сейчас уже вывели из этого состояния. А, энергетика пошла вниз. То есть сейчас надо уже вводить там работать. Но единственное, что 16 лет, потенциал хороший. По данным, данные там очень хорошие. То есть я думаю, что он выйдет из этого состояния. Спасибо. Сейчас давайте, если есть вопросы у кого-то. Ага, можно вопросы? Да. Вот у меня есть спортсмен, который в период высоких нагрузок или даже соревновательного, после соревновательного упражнения, у него пульс покоя падает. Обычно, ну, в основном у людей там вот симпатика, да, повышается. А у него падает наоборот. А это как раз уход вот в этот резко выраженный четвертый тип регуляции, он как раз неблагоприятный. Посмотрите, пожалуйста, сейчас, если есть возможность, сердце. Как правило, у них начинают проблемы с сердечной мышцей. То есть нет ли там каких-то нарушений? Нет, он уже как бы достаточно долго тренируется. Умо постоянно проходим, никаких как бы претензий к сердцу нет. По эхо, не по кардиограмме. По эхо, да, и эхо, и кардиограмма, и эхо. Раз в год проводится эхо, кардиограмма, сердце. Но проходит, допустим, ну, два-три дня. То есть она восстанавливается, и он возвращается к обычной уже нагрузке. То есть он ее хорошо терпит. Вот в эти дни, когда идет... А когда у него такая резкая парасимпатическая тония... Да, но... Что вот идет? А получается, это после... В конце получается микроцикла, да? То есть микроэкономизма... Нет, это соревновательная нагрузка. Соревновательная. Или тренировка высокой интенсивности. Ну, как, модели... Моделирующая соревновательную, да? То есть соревнования. То есть, ну, скажем так, пятьдесят шесть у него, ну, пульс, да, падает до сорока девяти, и потом потихонечку поднимается. И как пятьдесят шесть он достигнет, все, я вот знаю, что, ну, можно опять. Я понимаю, если нарушения нет, если такая цикличность, и он ее выдерживает, то здесь это просто детальная особенность спортсмена. Она у него не падает сильно. С 56 и 49 это получается семь ударов в минуту. Вот если будет ниже, если будет уже к сорока, вот здесь уже будет повод задуматься. Проблема, да? Проблема, да. То есть там уже надо посмотреть, действительно, в любом случае, сердце, то есть там будут нарушения. Какие методы восстановления в таком случае, и как бы ускорить вот это вот восстановление? Процесс восстановления? Ну да, вот именно вот симпатика, обычно симпатика повышается. Я поняла. А знаете самое интересное, что будет хорошо? Элементарные какие-то игры. Я знаю, что вы играть не любите, легкоатлеты. Любим. Любите? Вот элементарные эмоциональные игровые тренировки, они у вас как раз все это нормализуют быстрее. И эмоционально, да, будет разгрузка. Эмоционально, больше на психологическом, эмоциональном уровне, наверное. Да, да, да. Через это вы симпатику как раз и восстановите. То есть, скорее всего, что она у вас будет не за три дня, а за там полтора-два дня уже. А вот, допустим, спортсмены, которые уходят в симпатику, которые пульс завышенный становятся, плохо спят. Тревожность. А им наоборот. Нет, им-то наоборот. Там получается, у них восстановление замерное. То есть, там как раз аэробные, все эти зоны интенсивности, которые низкие. Вот это их. Понятно. Да. Тут. Еще, может быть... Единственное, что там, знаете, как монотонной работы не должно быть. Они вообще... Вот у вас очень много монотонии. Я просто сама из лыжных гонок, поэтому как бы понимаю. Но мы всегда очень много играли. И у нас очень много было такой фоплошной работы. Лена Федоровна, вот вопрос в чате. Есть спортсменка, третий год уже тренируется, бегут восстановительный кросс по 6-37 минут на километр, а пульс может быть 29 за 10 секунд. Ну, то есть, около 180, 170, 180 пульс. Хотя, в общем-то, бегает медленно, тихонько. Вот, что бы вы бы ответили? Потом я тоже что-нибудь отвечу, наверное. Ну, на самом деле, то есть, здесь надо смотреть ее. То есть, надо ее проверять как раз по той же самой варианте. Скорее всего, что это может быть вот именно первый-второй тип. И не варианты для нее в этом виде, да? То есть, переводить, возможно, другой. То есть, может быть такое. Может быть еще, опять-таки, период, да? То есть, какой возраст, непонятно. Вот, я бы, ну, да, я согласен с Еленой Федоровной, что здесь, как бы, надо посмотреть ее индивидуальные особенности. Но я бы немножко здесь про другое бы сказал, что вот то, о чем я вчера говорил, если вы не проработаете, скажем так, все пульсовые зоны, то учитывать на, как бы, высокие показатели, на хорошую работоспособность, ну, в общем-то, избыточно. Поэтому здесь, коль она даже бежит медленно, я так понимаю, восстановит микроссы, пульс все равно там высокий, то здесь самое, ну, простое и естественное, это значит, надо просто снизить интенсивность. Ну, если на беге вот такой пульс, значит, надо делать прогулки. Вот, и по своему опыту скажу, что в таких ситуациях обычно на прогулках где-то от часа, да, час-два часа, вот если так вот гулять, два-три раза в неделю, ну, желательно почаще, то пульс будет там 25-24, может быть, там, в этих диапазонах. Но потихонечку, вот если вы месяц отгуляете, после этого начнете бегать кроссы тихонько и заметите, что пульс, ну, явно снижается. То здесь я бы просто посоветовал отработать в низких интенсивных зонах. Если вы там отработаете, честно говоря, даже неважно, дело не в том, чтобы там ходьбой ходить или прогулками. Здесь можно взять набивной мяч и с набивным мячом работать или еще что-то. Просто у вас такой вариант, что спортсмен сразу же попадает в, ну, у него ответная реакция очень мощная. Возможно, сразу подключается гликолиз даже на низких интенсивных работах. Вообще, почему пульс не очень-то хороший показатель работоспособности спортсмена? Как раз дело-то в том, что даже на пульсе 130-140 иногда регистрируют очень высокие показатели лактата. Вот, это говорит о том, что даже 130-140 человек, возможно, в гликолизе делает. Конечно, это, ну, конечно, это не просто так, это после таких серьезных тренировочных воздействий и так далее, и так далее. Но вот там, где вид спорта требует хорошей гликолизической мощности и нагрузки таким образом выстраиваются, то даже при достатке кислорода, даже при хорошем количестве субстратов, там, и углеводов, и жиров, организм просто может переходить на гликолиз, потому что его так приучили, потому что так выстроен тренировочный процесс, и он понимает, что так мощнее, быстрее, и поэтому он переходит. Это может быть и хорошо, если спортсмен уже на пике своей карьеры, на пике формы, там, это его какие-то особенности на соревнованиях, да, это может быть замечательно. Но если мы говорим о юных спортсменах или говорим о подготовительном периоде, то, ну, ничего, ну, как бы вы просто не сможете сделать большой объем работы. Вот и все. Вы как только начнете большой объем работы делать, повышать объем, у вас тут же спортсмен начнет показывать плохие сроки восстановления, утомления, переутомления и так далее, и так далее. Там либо значительная фармакологическая коррекция потребуется, чтобы его восстанавливать, ну, либо просто вы не выполните тот объем, который надо. Поэтому здесь вот с этой спортсменкой, вот, вообще лучше всего со спортсменами начальную подготовку начинать вот с низкоинтенсивных упражнений. И вы тогда уже сразу же определитесь, и чтобы он мог на всех пульсах работать. Так получается, вы даже даете медленный кросс, спортсмен вроде и не устает, и бежит медленно, пульс высокий, и вы будете прорабатывать только эту зону пульсовую, 29, 30 и все. Остальные будут непроработанные. Вот, сердце будет работать неэффективно. Поэтому вот здесь педагогически я вам вот такую рекомендацию даю, уходить на низкоинтенсивные режимы, поддержать там человека. Да, ну, может быть, надо будет потерпеть этому человеку, конечно, хочется играть и бегать и прыгать. И наверняка этой девочке нравится где-то и ускоряться и бегать быстро. Вот, такое будет не очень-то приятно. Но вот если вы это выдержите с ней месяц, два, три, вы заметите прогресс. И я думаю, что и спортсменка заметит прогресс. И тогда уже, ну, будет проще в этом плане. Потому что как раз спортсмен видит, что он прогрессирует в каких-то упражнениях, он готов и дальше здесь работать, хотя, может быть, они не очень-то интересные и хорошие. Спасибо. Еще есть вопросы какие-то, давайте задавать, потому что сейчас у нас следующий будет специалист, который будет рассказывать по подобную методику, но немножко на другой аппаратуре. Если нет вопросов, переходим.